Бисмиллах, аль-хамду лиллах, ва салату ас-саламу а'ля Расулли ла, ва шаду аля, илях, иляллах, ва ахдху ля, шарикаля, ва шаду ана Мухаммада, ана Абдуху, а Расуллуху, амабад. Продолжим, иншаля, чтение книги. И следующая буква – буква Та. Буква Та. Прочитаем её с согласовкой. Вот эта буква с согласовкой Фадаха, она будет читаться Та, Сукуном же, сукуном она будет отличаться от русской. То есть русская она немного такая глухая. Вот следующий пример, если посмотреть, то вы увидите это отличие. Читается мут. Мут. Обязательно её прям выделить вот таким звуком мут. Если же просто взять букву Т русскую, то она будет читаться, многие читают мут. Её вообще не слышно. А в арабском же в алфавите буква Т, она отличается. Мут. Следующая, амит. А, ми, т. Первая буква А, вторая Ми, потому что снизу огласовка стоит Ми и Т, сукун. Следующая. Та, 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 ма, ру. Зур, та. Зур, ти. Марор, ту. Марор, ти. Умир, ту. И посмотри опять, буква Ро с укуном, и до него стоит кясра, значит, буква Ро, она должна читаться мягко. Умир, умир, ту. А, марор, ти. А, мар, ти. А, мар, ро, т. А, мар, рот. А, мар, ти. Последняя строчка. А, мар, тум. Умир, тум. Марор, тум. Му-рир, му-рир, тум. То есть прошли букву Т, т. То есть она прям такая звонкая. Та, ти, ту. И с сукуном мут. Мут. Следующая буква с одной точкой наверху, и вы должны запомнить эти точки. То есть вы потом иногда будете путаться, некоторые путаются ученики. И думают, это буква Н, или Б, или Т, или Я. Если наверху две точки с двумя точками. Вот она, две точки. То это буква Т. Т. Запомните. Теперь буква Н, она называется в алфавите Н, одна точка сверху. Буква Н читается с огласовками как на, ни, ну. На, ни, ну. В алфавите называется Н, Н, запомните. Теперь будем читать. То есть она хамля, это буква нелёгкая, похожая на нашу. Ан, ин, зин, ман, мин. Вот это здесь она ошибка в этом, то есть в этой книге она здесь пришла неправильно. Потому что мы букву эту первую не проходили. Это ошибка, опечатка может быть. Пока его оставим. Следующее. Ан-ТА. Ан-ТА. НИМ-ТА. Ан-ТУМ. НИМ-ТУМ. НА-ЗИ-РУ. НА-ЗИ-НУ. А-МАР-НА. У-МИР-НА. МА-РО-Р-НА. МУ-РИ-Р-НА. А-М-РО-Р-НА. Это буква НУН. Читается на, ни, ну. Ничего сложного. Теперь, следующая буква. До этого мы проходили две точки сверху, было это буква Т. Здесь уже две точки снизу. И это буква Я. Я. То есть как и кратко есть. И-Я. И-Я. И кратко и А. Я. Она читаться будет первая. Я. Согласовка Фатха. Согласовка Касра. Она будет читаться И. Не просто И. Многие ошибку могут сделать и прочитать И. И это ошибка. То есть у нас есть Хамза, которая читается И. Спокойно И. То есть первый бук, который мы проходили, Алиф. Она читается И. А это И. И. Я. И. И. Ю. Мы говорили то, что вот этот звук, он дает У. Но эта буква исключения, она дает звук Ю. Ю. Я. И. Ю. Запоминайте. Теперь примеры. С укуном как она будет читаться? Первая буква А. Й. Ай. 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 Му. Зай. Ту. Май. Ту. Зай. Ну. И теперь вспомним, как это читается. Первая буква РО. Потом идет Алиф. Хамза. И над ней Сукун. Над ней Сукун стоит. И мы говорили, когда над буквой такой стоит Сукун, то до него звук должен прерваться. Значит, РО. РО. Ю. РО. Ю. Неправильно будто ты просто прочитаешь спокойно. РО. Ю. Нет. Должен голос прерваться. РО. Ю. Следующее. РОМ. Ю. РОМ. 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 НИ, МАИ, ТАИ, НИ. Эта буква была Я. Буква Я. Я, Е, Ю. Следующая буква уже с одной точкой снизу. До этого мы проходили одна точка наверху. Это буква НУН. Эта же буква, это буква Б. АЛИВ, БАТА. То есть Б это вторая буква алфавита. И у неё внизу одна точка. И она читается с огласовками первая. БА, БИ, БУ. БА, БИ, БУ. Примеры. Первый пример. АБУ. ИБНУ. Теперь смотрите, когда Б приходит с СУКУНом, опять же таки не нужно путать букву Б с русским языком, с русской Б. Русская Б, она такая немножко глухая. Эта буква звонкая. ИБ. ИБ. Прям выделять её должен. ИБНУ. И не произносить её глухо. То есть в арабском языке все буквы должны произноситься чётко. БИНТУ. БИНТУ. БАЙТУ. БАЙНА. АБРОМА. РОЙБУ. ЗАЙНАБУ. БАРБАРУ. МИНБАРУ. БИАМРОЙНИ. БИБАЙТАЙНИ. МИНБАРОЙНИ. ЗАЙНАБАЙНИ. Если кто-то не успевает следить, когда я читаю, пусть он поставит на паузу, отодвинется немного, то есть когда будет смотреть видео, и послушает ещё раз. То есть я каждую букву пытаюсь прочитать медленно и произнося её хорошо, внятно. И ты должен успевать за каждой буквы следить, которая произносится. Потом, когда ты это послушаешь, должен будешь прочитать в книге эти примеры. Следующая буква, буква КЯФ. Она в алфавите называется КЯФ. Читается же с огласовками она первое. КЯ-КИ-КУ. КЯ-КИ-КУ. Смотрите, вот с такой огласовкой мы говорили, она даёт звук А. Это не КА. Это КЯ. Одно опять из исключений, то что она мягкая и она ближе к Я. КЯ. КЯ-КИ-КУ. Не КЮ. КЮ тоже ошибка говорить. Многие читают, например, турки, они читают КЮ. Нет. КУ. Только она, эта буква мягкая. Есть ещё одна буква К. Твёрда. КО. КОФ. Это КЯФ. Мы, иншаллах, дойдём. Следующий. И посмотрите, многие могут спросить, почему в начале вот эти всё по три буквам идёт. А это показывает в начале вот эту букву полностью. Как она пишется в начале? То есть, в начале слова вот такая буква, когда приходит, то она будет писаться вот так. В середине она будет писаться вот так. и в конце, то есть, если она будет последняя буква, то она будет писаться вот так. Запоминайте, вот такое написание буквы КЯФ. В начале вот так, в середине вот так, и в конце совсем по-другому изменяется. И читается КЯ-КИ-КУ. Примеры. КЯМ. КУМ. КУН. КЯЙ. БАК-РУ. БАК-РУ. Опять КЭ вот такая с укуном, она немножко также должна выделяться. Не просто БАК. В русском языке КЭ она такая глухая. БАК-РУ. БАК-РУ. Её не слышно. А это БАК. БАК-РУ. МАК-РУ. КЯР-МУ. КЯН-ЗУ. ТАР-КУ. КЯ-ТА-БА. ЯК-ТУ-БУ. ТА-РО-КЯ. ЯД-РУ-КУ. Т должна опять-таки отличаться, чтобы её слышно было. ЯД. ЯД-РУ-КУ. КЯ-ТА-Б-ТУМ. А-МА-РО-КЯ. А-МА-РО-Т-КЯ. КУН-ТУМ. МУМ-КИ-НУ. Это всё, что касалось буквы КЯ. Следующая буква – это буква ЛЯМ. Называется в алфавите она ЛЯМ. Она опять же-таки мягкая. И когда ты её читаешь с фатхой, она будет читаться ЛЯМ. Не ЛАМ, а ЛЯМ. Мягкая ЛЯМ. ЛИМ. ЛЮМ. Опять же-таки не ЛУМ, а ЛЮМ. ЛЯМ. ЛИМ. ЛЮМ. Теперь примеры. Первый пример – АЛЬ. Не АЛЛ. То есть АЛЛ, когда твёрдая – это ошибка. Она мягкая. АЛЬ. БАЛЬ. ЛЯМ. ЛЯН. ЛИН. КИЛЬ. НА-ЗА-ЛЯ. ЛАЗИМА. КАМУЛА. АНЗАЛА. АЛЬ. АЛЬ. ЗАМА. АКМАЛА. АКЛАТ. АКЛНА. АКЛТА. АКЛТИ. АКЛТУ. АКЛТУМ. БУЛ. БУЛУ. КАММУ. ЯЛЯМ. ЛАМУ. ТА. ЗАЛЬ. ЗАЛЯ. ЯТА. ЗАЛЬ. ЗАЛЮ. МУТА. ЗАЛЬ. ЗИ. ЛЮ. На этом, иншалла, мы остановимся на этой букве.